Мы подошли к более ответственным знаниям, которые определяют внутреннюю сущность человека и поведение его в духовном мире, в вечном мире, законы которого определяются и контролируются мной. Мы уже разбирали, что предыдущее познание религии моей есть предтеча объяснения поведения души человека, определяющая сущность поведения человека, его внутреннее состояние. Во всех случаях, когда мы говорим о том, что человек должен совершенствоваться до уровня подобия моего, возникает вопрос – а как определить это подобие? Когда оно становится реальностью? И что же такое подобие Бога на земле? Безусловно, что в материальном мире, прочитав все книги, изучив все религии и их основы, даже надев тогу, Богом или подобием его, не станешь никогда. Тогда что же такое подобие Бога на земле? Прежде всего, когда я говорю о подобии Богу, то нужно говорить о пространстве, в котором находится Бог, и сравнивать человека со мной в этих условиях. В этом случае я говорю о духовном, а не о материальном мире. Как можно сравнивать несравнимые вещи – материальный мир и духовный мир, сравнить невозможно, и противопоставить тоже. Что от человека находится в духовном мире? Понятно, что душа. Когда мы говорим «подобие Бога на земле», нельзя опять примитивно и однозначно сравнивать себя, находящегося в материальном мире, с Богом, находящимся в духовном мире. Сравнение возможно только на духовном уровне, когда душа человека по уровню совершенствования, по возможностям духовного мира становится сравнима хотя бы частично с поведением Бога в этих условиях. Отсюда и видно, что совершенствовать по подобию Бога надо души свои за счет совершенствования человека, его сущности и его способностей в материальном мире. Для существования человека в материальном мире особого совершенствования не надо, ведь процесс существования на земле прост – плодитесь, размножайтесь. Вот это внешнее проявление подобия нужно наполнять внутренним содержанием. Наполнение внутренним содержанием есть совершенствование души человека, находящейся в другом мире, в духовном мире. А вот задача души есть управление поведением человека в материальном мире, то есть управление из духовного мира материальным миром. Мы говорили о необходимости совершенствования сущности человека и принятии им основ религии моей. людей. Все это происходит в материальном мире, а результат этих знаний оценивается в духовном мире по уровню развития души. Проявлением уровня развития души является праведное поведение человека в материальном мире. Его поведение, его социальное поведение, его соблюдение законов моих вечных есть результат совершенствования души человека в духовном мире. Можно еще более сказать, не только поведение его как социума, но и здоровье его, и долголетие его, все определяется уровнем совершенствования души его, и по уровню совершенствования души идет и благодать Божья, как награда за праведное и правильное поведение человека. Только через душу свою человек получает материальное благо и достаток. Алчность и пороки у человека проявляются тогда, когда его поведением руководит материальная сущность, критерием которой является грех, порок и власть над себе подобными существами. Критерием поведения в материальном мире без духовного начала является золотой телец, ключ достатка власти и гордыни. В этом случае нет совершенствования души, вся энергия идет по примитивному сценарию в порок и грех. Если включается механизм совершенствования развития души человека, резко меняется поведение его в материальном мире. Меняются основополагающие критерии его поведения. Человек начинает понимать, что материальные ценности тленны, как и тленно его оболочка. А вот знания духовного мира вечны, как вечна его духовная сущность, потому что вечен духовный мир и Господь Бог. Вот что это такое, когда вы говорите «Ничто не вечно под луной», то есть ничто не вечно в материальном мире. Все вечно, и вы вечно, только в духовном мире. Вот теперь мы подошли к анализу, зачем вы здесь, и какова ваша цель здесь на земле, и что вам здесь надо. Мы говорили, что земля – это полигон развития человека. А по существу, земля – это полигон развития и совершенствование души человека, ведь душа определяет поведение человека. Когда я говорю о совершенствовании человека, если хотите его социально ответственного поведения или праведного поведения, я напоминаю, что обращаться надо к душе его, ведь только проявлением высокого уровня совершенства души является праведное поведение человека в материальном мире. Повторяю, социальность поведения человека есть проявление уровня развития души в духовном мире. Вот главное, вот критерий всего. Поведение человека есть зеркало уровня развития души его. Хотите вы или не хотите, но человеком управляет душа. И если здорова она, развита, совершенно, поведение человека достойно в материальном мире. Если душа на низком уровне развития, результат – человек-скот, человек-животное. Душа развивается, душа совершенствуется. Результат – человек подобие Бога не только по внешнему виду, но и по поведению, и по задачам, которые он ставит перед собой. Вот в чем отличие скота от человека. Вот почему мы говорим о необходимости совершенствования души, как о механизме управления поведением человека. Какова душа, таков и человек.